Проект Салиф Туба представляет Глава «Призыв к свидетельству. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Автор, рахима Аллах, после того, как упомянул обязательность единобожия, его достоинство, и то, что человек должен бояться многобожия, далее упоминает главу о том, что каждый должен призывать к этой религии, должен призывать к единобожию. То же самое автор. На это же автор, рахима Аллах, указал и в книге «Три основы», когда упоминал, что каждый из нас должен знать четыре вопроса. Первый – это знание, потом упоминал действие, и потом уже призыв, и потом проявление терпения на этом пути. И то же самое и тут автор указывает на то, что человек должен, после того, как познал истину, должен делиться этой истиной, должен призывать людей к этой религии, религии Аллаха, субханаху, ва-та'аля. Как Аллах, субханаху, ва-та'аля, об этом Уране сказал, Клянется Аллах, субханаху, ва-та'аля, временем. Поясни, все люди находятся в убытке. Абсолютно все люди, за исключением тех, кого Аллах упомянул, и за исключением тех, кто уверовал и совершает благие деяния, и завещали друг другу истину, и завещали друг другу терпение. То есть человек, когда в первую очередь он должен спасать себя, в первую очередь он должен, конечно, заботиться о себе. И если он познал истину, Аллах, субханаху, ва-та'аля, раскрыл его сердце, указал ему на истину, и он начал совершать благие деяния, то он не должен ограничиваться и останавливаться на этом, должен также призывать и других людей к этому. И это миссия пророков и посланников. Они призывали людей к истине. И тут автор, рахима, упомянул слова Аллаха, субханаху, ва-та'аля. Говорит, скажи, обращаясь к Мухаммаду, скажи, о Мухаммад, это есть путь мой, это мой призыв, призыв к единобожию, предостережение от многобожия. Это есть мой путь, которым я призываю к Аллаху, субханаху, ва-та'аля. Я призываю к Аллаху, обладая знанием. Тут пророксор Аллаху, алейхи ва-та'алям, говорит, адру или Аллах, я призываю к Аллаху. Он призывает к Аллаху, субханаху, ва-та'аля. Тут указание на искренность. Он это делает ради Аллаха, субханаху, ва-та'аля, чтобы получить довольство Аллаха. Не ради людей, не ради того, чтобы получить мирские выгоды, не ради того, чтобы за ним следовали люди, не ради того, чтобы именно от него брали эту религию. Нет, он это делает ради Аллаха, призывает ради Аллаха. А тот, кто призывает не ради Аллаха, тот злится, когда за ним не следует. Тот злится, когда истина выявилась не из-за него, а из-за другого. А кто призывает к Аллаху, ему без разницы. Потому что главное, чтобы истина выявилась. Это его единственная цель. Если он выявил или посредством другого человека, это все приносит ему радость, потому что он призывает к Аллаху, искренне. Это путь пророка, я призываю к Аллаху, обладая знанием. То есть я призываю, обладая знанием. То есть на основе знаний я призываю, не на основе невежества. Нет, именно на основе знаний. Каждый человек, когда призывает, у него должны быть знания. Если человек не знает, он не имеет права обучать людей, призывать к религии. Обязательно он должен вначале изучить сам. Потом уже призывать других. Далее, Аллах, Субханаху, говорит, обладая знанием, я и те, кто за мной последовали. То есть я, это пророк Мухаммад, салаллаху, алейхи вассалям, и те, кто за мной последовали. В первую очередь, это сподвижники пророка, салаллаху, алейхи вассалям. Они что делают? Они следуют этому пути. Призывают к Аллаху, обладая знанием. Сподвижники то же самое. Призывали именно к Аллаху, обладая знанием. Они не призывали на основе невежества. Поэтому человек, когда хочет кого-то призывать, он в первую очередь должен изучить религию Аллаха, Субханаху, потому что говорить без знаний это один из больших грехов. И далее Аллах, Субханаху, говорит, причист Аллах, и я не из числа многобожников. То есть пророк, салаллаху, алейхи вассалям, не из числа многобожников. Он поклоняется только Аллаху, Субханаху, ва таалле. В этом аяте указание на то, что призыв к Единобожию это путь пророка, салаллаху, алейхи вассалям. И также это путь праведных предшественников. И мы тоже должны следовать в этом за пророком, салаллаху, алейхи вассалям. Если познали истину, изучили эту религию, Аллах, Субханаху, алейхи вассалям, познали Единобожию и скверность многобожия, то мы не должны молчать об этом. Не должны скрывать эту религию. Наоборот, должны призывать к ней. В первую очередь, начиная со своих близких. Уанзир аширата калакрабин. Аллах, Субханаху, говорит, обращается пророку, салаллаху, и призывая в первую очередь своих близких, родственников, родных. И пророк, салаллаху, алейхи вассалям, подчиняясь этому аяту, в Мекке, собрал всех курашитов и начал призыв с них. Предосерегал их от наказания Аллаха, Субханаху, алейхи вассалям. Многие люди, они поняли истину, они поняли Единобожие, но они не обучают религии свою семью, своих родных и близких. Оставляют своих родных на невежестве. Много братьев будет, потом понял Единобожие, у него жена ничего не знает из Единобожия. Он вообще не преподает и не объясняет Единобожие. Или своих детей не обучает религии Аллаха, Субханаху, это великое упущение. Ты не должен эту милость ограничивать на себе, наоборот, должен распространять эту милость Аллаха, Субханаху, алейхи вассалям. Далее, автор упомянул хадис, который передается от Ибн Аббаса, радия Аллаху, анхума, что он сказал, посылая Муаза ибн Джабаля, радия Аллаху, в Йемен, посланник Аллаха, саламу, сказал ему... Проксор Аллаху, послал Муаза ибн Джабаля с призывом в Йемен. Это было в 10-м году по хиджри. В 10-м году по хиджри Проксор Аллаху, алейхи вассалям, отправил Муаза в Йемен и сказал ему, ты придешь к народу, который является обладателем Писания. Проксор Аллаху, алейхи вассалям, готовит Муаза и рассказывает, кому он идет. Ты придешь к народу, который является обладателем Писания. То есть они не являются невеждами, у которых не было никакого Писания, не было никаких знаний о религии. Нет. Ты идешь к образованным людям, которые являются обладателями Писания, которые прочитали либо Тору, либо Евангелию. То есть у них есть определенные знания. И Пророк Сааллах указывает ему на это. Почему? Потому что Муаза, ради Аллаху, подготовился к их вопросам, к их сомнениям, которые они могут подвергать. Чтобы у него были ответы на эти их вопросы. Ты придешь к народу, который является обладателем Писания. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И Пророк Сааллах говорит, что как только ты придешь к ним, начни свой призыв. Чего? Именно с призыва к Единобожию. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Это первая вещь, которую человек должен призывать. Каждый призывающий должен начинать свой призыв именно с этого. С призыва к Единобожию. Не подобает человеку приходить к неверным. Либо тем, кто погрязли в нога Божии. И призывать их к чему? Призывать их к благим нравам, оставляя Единобожие. Благой нрав никак их не спасет, если они умирают на куфре или на ширке. Поэтому в первую очередь нужно свой призыв начинать именно с Единобожия. И тут Пророк Сараллах говорит, пусть первым, к чему ты призовешь их, будет светиться того, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. В другом риваяте приходит, что Пророк Сараллах сказал, чтобы они только Аллаху поклонялись. И в этих словах Пророк Сараллах есть для нас разъяснение слов как мы это уже много раз повторяли. Когда Пророк Сараллах говорит, призывая их поклоняться только Аллаху. В этом указании на смысл слов лаиляха и ла料лах, что именно лаиляха и ла料лах означает нет Бога достойного для поклонения, кроме Аллаха. Что именно вопрос поклонения. А не так, как говорят о Шарите, что лаиляха и ла料лах нет Творца и нового, кроме Аллаха. Не с этим смыслом приходили Пророки. И тут в этом ходит Пророк Сараллах также указал на это. Чтобы он призывал именно чтобы они только Аллаху поклонялись. призови их к таухиду Аллаха. Далее Проксар Аллаху говорит, если они покорятся тебе в этом, то есть если они примут ислам, начнут поклоняться только Аллаху то что дальше? Оставить их на этом? Ничему их не обучать? Нет. То дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно 5 намазов. То есть если они приняли ислам, то второе, с чего мы начинаем, это призыв к молитве. Это второй столб ислама. Нужно призывать совершать 5 молитв. Если они приняли ислам, то человек обучает их уже молитвам. Если они покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых делать пожертвования в пользу их бедных. Также обучает их вопросам заката, чтобы человек, который имущество, с которого нужно выплачивать закат, то он должен именно выплачивать закат в пользу их бедных. И тут заметьте, Проксар Аллаху говорит, обязал их богатых, то есть в этой местности богатых людей делать пожертвования в пользу их бедных. То есть именно бедных с этой местности. И поэтому, по мнению имама Ахмада, закат обязательно нужно давать именно в той местности, в которой находится имущество человека. Именно в той местности, в которой находится имущество человека, он там должен давать закат. Не должен этот закат отправлять в другую местность. Нет, именно в своей местности, если есть там нуждающиеся. Если нету нуждающихся, уже в соседнюю местность. И далее Проксар Аллаху, алейхи вассалям, говорит, если они покорятся тебе и в этом, и также начнут совершать молитву, пять молитвов совершать и выплачивать закат, то не смей посягать на их отборное имущество. То есть не нужно, когда берешь закат, брать самое лучшее имущество. Это запрещается, брать самое лучшее имущество. Например, если закат верблюдов. Не нужно самого лучшего верблюда брать, из всех верблюдов. Нет, нужно брать среднего. И поэтому Проксар Аллаху, алейхи вассалям, говорит, то не смей посягать на их отборное имущество. И бойся мольбы угнетенного, ибо между ней и Аллахом нет преграды. И тут Проксар Аллаху, алейхи вассалям, предостерегает его от зульма, и говорит, и бойся мольбы угнетенного. Бойся притеснения, потому что если ты поступил несправедливо к человеку, и он сделает дуа, то между его мольбой и Аллахом, субханава тааля, нет преграды. Аллах отвечает на мольбу притесненного. Поэтому бойся поступать несправедливо. Это также для нас урок, чтобы мы не поступали несправедливо по отношению к людям. Даже если это неверные, нельзя поступать несправедливо. Потому что этот угнетенный, если делает дуа, то Аллах, субханава тааля, отвечает на его мольбу, ибо нет между ней и Аллахом никакой преграды. Тут также в этом хадисе указание на то, что человек должен призывать к религии Аллаха, субханава тааля, в первую очередь он познал истину, изучил ее сам, спас себя. Затем уже призывал других к религии Аллаха, субханава тааля. Это также указывает на достоинство Муаза ибн Джаббаля, радуиллаху ангу, что пророк сараллаху, алейхи вассалям, выбрал его из всех сподвижников и отправил в Йемен призывать к религии Аллаха, субханава тааля. Далее, автор, рахима Аллах, привел Атсагаля ибн Саада, радуиллаху ангу, что он рассказывал. В день Хайбара пророк сараллаху, алейхи вассалям, сказал, то есть пророк сараллаху, алейхи вассалям, когда вышел на джихад, чтобы завоевать Хайбар, Хайбар это известная местность, где жили иудеи, пророк сараллаху, алейхи вассалям, сказал в этот день, завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любят Аллах и его посланник. Аллах не спошлет посредством его победу. Пророк сараллаху, алейхи вассалям, говорит, что завтра, Когда мы будем сражаться, я дам знамя, наше знамя, мусульман, человеку, который любит Аллах и его посланника, и которого любят Аллах и его посланник. Аллах не спошлет посредством его победу. Люди спорили всю ночь, пытаясь догадаться, кому из них будет вручено знамя. То есть каждый из подвижников хотел получить это достоинство, потому что Проксор Аллаху А.С. тут свидетельствует, что Аллах любит его. То есть этот человек любит Аллаха и его посланника, и также Аллах и его посланник любят его. Это великая милость. Каждый из подвижников хочет получить такое достоинство. И далее Проксор Аллаху А.С. говорит, Аллах не спошлет посредством его победу. Посредством этого человека мусульмане одержат вверх в этот день. И каждый из подвижников желал оказаться на месте этого человека. И утром, отправившись в посланнику Аллаха, каждый был преисполнен желание получить знамя. Тут мы видим, как сподвижники стремились к благому. Проксор Аллаху, когда к чему-то побуждал, они все стремились. И тут, посмотрите, Проксор Аллаху, сказал, что завтра получит знамя такой человек. Они все уже всю ночь думали об этом, спорили, кто из них получит. И на утро отправились в Проксор Аллаху, желая получить это знамя. То есть в этом для нас урок, что мы также должны стремиться к благому и должны оставаться в стороне. Если мы знаем, что какое-то дело является благим, то мы должны в первую очередь совершать его, опережать наших братьев. В этом нужно именно соревноваться, в совершении благих дел, как соревновались Абу Бакар, Умар. Кто из них лучше благое дело и кто из них больше совершит благое дело. В этом нужно именно нам соревноваться. Проксор Аллаху, алейху вассалям, сказал, где Али ибн Абиталиб. Ему ответили, он жалуется на воспаление глаз. То есть у Али, ради Аллаху, болели глаза. И он не пришел к Проксор Аллаху, алейху вассалям. Он вышел на эту битву, Хайбар, но он наутро не подошел к Проксор Аллаху, алейху вассалям. Потому что не мог сам выйти и подойти к Проксор Аллаху, алейху вассалям. И Проксор Аллаху, алейху вассалям, за ним послал. И когда Али прибыл, Прок поплевал ему в глаза. А затем смолился за него Аллаху. То есть Проксор Аллаху, алейху вассалям, поплевал ему в глаза. И сделал дуа, чтобы Аллах излечил его. Али тут же исцелился, как будто ничем и не болел. В этом указание на чудеса Проксор Аллаху, алейху вассалям, что таким образом Али, алейху вассалям, исцелился. Далее Проксор Аллаху, алейху вассалям, вручил ему знамя и сказал, иди со спокойствием, пока не достигнешь их территории. Затем призови их к Исламу и сообщи им то, что они обязаны в отношении прав Всевышнего Аллаха. Если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истины, то это будет для тебя лучше, чем красные верблюды. Этот хадис передал Бухаре и муслим. Проксор Аллаху, алейху вассалям, кому вручил это знамя? Он вручил его Али ибн Абиталибу, рада и Аллаху ангу. И далее Проксор Аллаху, алейху вассалям, сказал ему, иди со спокойствием, то есть не спеша, иди не спеша со спокойствием, пока не достигнешь их территории. Затем, как ты достигнешь их территории, призови их к Исламу. В первую очередь, начинать нужно свой призыв именно с Единой Божьей. Призови их к Исламу, к свидетельству, и сообщи им то, что они обязаны в отношении прав Всевышнего Аллаха. То есть, если ты призываешь их к Исламу, также и сообщи им, что они обязаны будут совершать, если примут Ислам. Не хватает просто произнести шагаду. Есть также другие обязательства, которые человек обязан совершать. Саэфши им то, что они обязаны в отношении прав Всевышнего Аллаха. И далее, пророксар Аллаху, алейху вассалям, пробуждая его максимально стараться, призывая к Аллаху, субхану алейху вассалям, говорит, клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истины, то это будет для тебя лучше, чем красные верблюды. Красные верблюды – это самое ценное имущество арабов на тот момент. То есть, если даже одного человека посредством тебя Аллах, субхану алейху вассалям, приведет в Ислам, то это лучше, чем эти красные верблюды, которые так ценились у арабов. Потому что великая милость посредством тебя, если Аллах, субхану алейху вассалям, приведет человека в Ислам. Любое благое дело, которое он будет совершать, ты будешь за это также получать награду. Да, в этом хадисе побуждение для нас призывать к Аллаху, субхану алейху вассалям, потому что уготована такая большая милость. Это лучше, чем красные верблюды. Поэтому каждый из нас должен стараться обучать людей религии Аллаха, субхану алейху вассалям, своим нравам, своим хорошим отношениям, своим поведением, также и словами, и действиями. Всем человек должен призывать к религии Аллаха, субхану алейху вассалям, чтобы неверующие его видели и уже понимали, вспоминали Аллаха, субхану алейху вассалям. Настолько должен человек стараться призывать к религии Аллаха, субхану алейху вассалям. И в этом хадисе явные достоинства Али ибнаби Талиба, субхану алейху вассалям, что пророк Сараллаху вассалям засвидетельствовал, что он любит Аллаха и его посланника, и также Аллах и его посланник любят его. И тут автор, рахима Аллаху, далее упоминает рассматриваемые вопросы, пользы, которые он извлек. Призыв к Аллаху – это путь тех, кто последовал за посланником Аллаха, до богословения его Аллах и приветствует. Эта польза извлечена из аята, где Аллах, субхану алейху вассалям, говорит, «Куль гадихи сабири, адуил Аллах, аля басыра, ана ва маниттаба'ани». «Я и те, кто за мной последовали, призываем к Аллаху, обладая знанием». Это путь пророка Сараллаху алейху вассалям и также наших праведных предшественников. «Обращается внимание на искренность, ибо многие люди, призывая к истине, делают это ради собственных интересов». Это откуда он извлек? Из слов «адуил Аллах, призываю к Аллаху» – в этом указание на искренность. Потому что многие люди, призывая к истине, делают это ради собственных интересов. То есть многие люди призывают не к религии Аллаха, а он призывает к себе, чтобы за ним последовали. Поэтому он злится, если следует не за ним, а за другим, даже если тот другой тоже на истине. Его охватывает зависть, потому что он неискренный призыв к Аллаху. Знание является одним из обязательных предписаний в призыве. Это также из аята «адуил Аллах, аля басыра» – «На основе знаний призываю, как Аллах сказал». То есть человек не должен призывать, если он невежда. Если он ничего не знает из религии, чему он может обучать? Если у него нет знаний, то он должен говорить «я не знаю», не должен умничать «мне кажется так, я думаю так, наверное это вот так, я слышал, кажется это было так, или где-то я прочитал». Нет, если ты не знаешь, то молчи. Не нужно строить какие-то догадки. Одной из безобразных черт Ширка является то, что он представляет собой оскорбление Аллаха. Одной из безобразных черт Ширка является то, что он представляет собой оскорбление Аллаха. И также из слов Аллаха, субхану ва тааля, «васубхану Аллах, причист Аллах», то есть причист от этого многобожия, от того, что ему предаются товарищи. Одним из важнейших вопросов является, свидетельством красоты таухида, является отдаление всего дурного от Всевышнего Аллаха. Свидетельством красоты, то есть красота таухида в чем проявляется? В том, что мы отдаляемся от всего дурного. То есть отдаляем все дурное от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Это также из слов Аллаха, «васубхану Аллах, причист Аллах, «вамана миналь мушрикин», «я не являюсь многобожником». Это все автор извлек из аятов. Одним из важнейших вопросов является необходимость отстранения мусульманина от мушриков, чтобы он не заразился Ширком, даже в том случае, если он не приобщает к Аллаху ничего и никого. «вамана миналь мушрикин», «я не являюсь из числа многобожников». Не хватает, что ты не из числа многобожников. Также ты не должен с ними вместе жить, должен отстраняться от многобожников. Поэтому мусульманину, если он живет среди неверных местностей, где распространено многобожие, желательно переселяться в местность, где живут мусульмане. Желательно когда? Когда он может соблюдать свою религию, но живет среди многобожников. Но если он не может соблюдать свою религию и живет среди многобожников, то ему хиджра является обязательной, потому что он не может соблюдать свою религию. Поэтому человек должен понимать всю опасность того, что он живет среди мушриков. И он должен уделять должное внимание своей религии, даже если нет возможности сейчас куда-то уехать, и он вынужден жить среди многобожников, то он должен максимальное внимание уделять своей религии, Старается соблюдать ее Потом обучать своих детей Защищать детей от многобожия Чтобы никто не заразился Из его родных и близких, из мусульман Не заразился Ширком Должен понимать каждый из нас ответственность Особенно проживая в тех местностях Где распространен Ширк Многие люди не придают никакого значения этому Ему интересна только работа Пришел домой и все Он никакую опасность не чувствует От того, что он живет среди многобожников И от того, что Ширк распространился в его местности Он не переживает из-за этого Не старается изучать единобожие Или обучать детей единобожию Такой человек находится в опасности Поэтому каждый должен Спасать себя как может Таухид является первой обязанностью людей Это из хадисов Где проксор Аллах Сан-Муадов сказал Призывай их к единобожию Также Алибн Абиталеву сказал Что в первую очередь призывай к единобожию Религия начинается в первую очередь С призыва к таухиду Даже прежде намаза Это также из хадисов Потому что в первую очередь Проксор Аллаху Алию Ас-Муадов сказал Призывать именно к единобожию Смысл слов Призови их к таухиду Аллаха Заключается в свидетельстве Нет божества кроме Аллаха И также мы разъяснили Что эти слова указывают на смысл слова Человек может принадлежать к обладателям Писания Но не знать этого свидетельства Либо знать, но не действовать в соответствии с ним То есть человек, даже если он из обладателя Писания Он может не знать смысл слов Ля-Иля-Иля-Иля-Ллах Либо он знает, но не действует Как это было у иудеев Они знают, что ислам истинна Но из-за своих страстей Из-за высокомерия Они не следовали И также в наше время Многие люди Настигают каких-то высотых знаний Но они не понимают смысл слов Ля-Иля-Иля-Иля-Ллах Поэтому человек Должен понимать эту милость Которую Аллах Субхану Ата-Аля ему оказал Даже если нету каких-то больших знаний Он не является ученым Но Аллах дал ему правильное понимание этой религии Указал ему на истину Дал ему правильное понимание Единобожья Он должен за это благодарить Аллаха Субхану Ата-Аля Особенно понимая То, сколько ученых Аллах лишил этой милости Сколько заблудших ученых Не понимают смысл слова Ля-Иля-Иля-Ллах От тебя, который не является Не ученым, не знающим Аллах Субхану Ата-Аля Оказал эту милость тебе И указал на истину Ты должен ценить ее Благодарить Аллаха Субхану Ата-Аля За эту милость Указание на необходимость Постепенного осведомления людей Также это хадисы Муаза И хадисы Али В первую очередь начинаешь В призывах Единобожьих Если они приняли Потом к намазу Потом к закату То постепенность должна быть в призыве Необходимость начинать С самого главного Самое главное это Единобожье Принцип расходования средств заката Это мы объяснили Что нужно именно в своей местности Расходовать закат Если есть бедные в этой местности Ученому следует Развеять сомнения обучаемого Это также из хадиса Муаза Рады Аллаху Ану Проксор Аллаху Али Ассалям Сказал, что ты идешь Обладателем Писаний То есть будь готов К их сомнениям И будь готов развеять эти сомнения Запрещение брать закат Из отборного имущества То есть лучшее имущество нельзя брать Когда человек берет закат Предписание бояться Мольбы угнетенного Это также мы разъяснили Возвещение о том Что между мольбой угнетенного И Аллахом нет преграды Также мы это объяснили Одной из закономерностей Таухида являются Те трудности Голод И массовые беды Которым подвергались Господин всех посланников Салаллаху Алейхи Вассалям И любимцы Аллаха Закон Аллаха какой? Ты когда призываешь К Аллаху Субхану Аталла Какие-то трудности Обязательно будут Какие-то испытания Обязательно будут Эти испытания Постигли лучшего из людей Пророка Салаллаху Алейхи Вассалям И также Лучших из людей После пророков Подвижников пророка Поэтому мусульмане Должны готовиться К этим трудностям Их не избежать Аллах Субхану Аталла Говорит Неужели люди полагают Что мы оставим Их говорит Мы уверовали Их не будут Постигать испытания Почитайте истории Сиру пророка Салаллаху Алейхи Вассалям Какие испытания Его постигали Это все не отворачивало Его от религии Аллаха Какие испытания Постигали сподвижников Пророка Салаллаху Алейхи Вассалям И это только Укрепляло их На этой религии Голод Массовые беды Все это может Ожидать человека На этом пути На пути К Аллаху Субхану Аталла Голод Пророксор Аллаху Алейхи Вассалям В битве при Хейбар Они испытывали голод Что они даже были Вынуждены Резать от слов Ничего не оставалось у них Вынуждены были Массовые беды Которым подвергались Пророксор Аллаху Алейхи Вассалям И Любимцы Аллаха Слова Я вручу знамя Представляют собой Одно из доказательств Пророчества То есть эти слова пророку, что он любит Аллаха и его посланника, и его любит Аллах и его посланник, и посредством него Аллах даст победу, это одно из доказательств пророчества нашего пророка Мухаммада, он рассказывает о скрытом, что из-за него мусульмане одержат победу по его причине. Плевание в глаза Али также одно из доказательств пророчества. Пророку, что пророку Аллаха ва саам поплевал ему в глаза, и он исцелился по воле Аллаха. Превосходство Али, также в этом хадисе Превосходство Али, что пророку вручил ему знание, указал, что он любит Аллаха, его посланника, и его любит Аллах, его посланник. Бессонная ночь из подвижников, и обсуждение ими доброй вести о победе в свете стоит об их праведности, То есть их это стремление в благом указывает на праведность с подвижников Пророка Сараллаху, что они стремились совершать праведное, стремились опережать друг друга в этом. Вера в предопределение. Знамя получил тот, кто не стремился к нему, а тому, кто стремился получить его, оно не досталось. В этом указание на то, что мы должны верить в предопределение. Даже если ты совершил все причины, это не означает, что ты обязательно получишь то, к чему стремился. Ты должен верить в предопределение. Посмотрите в этой истории. Али, он утром не пришел к Пророку Сараллаху, все с подвижники пришли. И кто получил в конце знамя, получил тот, кто не пришел. Али, радаиллаху. Почему? Потому что это было ему предопределено. И ты должен это понимать и уповать на Аллаха, ты должен совершать причины. Но совершая причины, ты должен уповать и на Аллаха, должен знать, даже если ты совершил все причины, Аллах может тебе не дать то, к чему ты стремился. И в этом, значит, было тебе благо. Должен благодарить за это Аллаха, субханнаху, ва-та-аля. Как это пришло в хадисе, что некоторые из рабов Аллаха, им подходит только быть богатыми. Из-за этого, если он станет бедным, то он может не уверовать в Аллаха. Поэтому Аллах его оставляет только богатым. А некоторым рабам Аллаха, субханнаху, ва-та-аля, подходит только бедность. Если он станет богатым, то это богатство его испортит. Поэтому Аллах оставляет его бедным. Поэтому человек должен всегда доверять мудрости Аллаха, субханнаху, ва-та-аля. понимает, что все, что с ним происходит, в этом есть для него благо. Даже если он это не осознал. Он это может осознать со временем, может вообще не осознать. Но всегда человек должен уповать на Аллаха, субханаху ва-та-аля. То, что проксор Аллаху, алейху ассалям, учил правилам поведения при джигаде в его словах, «иди со спокойствием». То есть проксор Аллаху, алейху ассалям, обучал правилам джигада, что в джигаде тоже есть правила, не просто убиваем налево-направо. Нет, тут также есть свои правила. И поэтому проксор Аллаху, алейху ассалям, обучал их с подвижником, «иди со спокойствием». Также приходит в другом хадисе, «Ухзу бисмиллях, катлю ма кафе рабиллях». Сражайтесь с именем Аллаха, субханаху ва-та-аля, сражайтесь с теми, кто воюет против вас. Также проксор Аллаху предостерегал от убийств стариков, женщин, детей. У нас везде есть свои правила. Призыв к исламу перед началом боевых действий. То есть перед джигадом, перед сражением нужно призывать неверных к исламу. Необходимость этого даже для тех, кого раньше уже призывали и с кем воевали. То есть даже если ты с этим народом воевал и их призывал, то когда хочешь начать сражение в следующий раз, то также призыви их к Аллаху, субханаху ва-та-аля. Мудрость и введение призыва, так как проксор Аллаху алейхи ва-та-аля сказал, сообщи им то, что они обязаны делать. Это мудрость. То есть ты не оставляй их просто, не призывай их только к единобожию произнести слова «Ля и ля и ля и ля ла». Также им сообщи, что если они примут ислам, у нас есть обязательства, которые вы должны соблюдать, чтобы они знали, когда они заходят в ислам, что есть обязательства. Знание прав Аллаха в исламе. Права Аллаха какие? Это то, что нужно только Аллаху, субханаху ва-та-аля, поклоняться. Награда тому, кто наставил на путь истинный хотя бы одного человека. Как это проксор Аллаху алейхи ва-та-аля сказал, что это лучше для тебя, чем красные верблюды. Допустимость клятвы при вынесении фатвы. Проксор Аллаху алейхи ва-та-аля, потому что поклялся, клянулся Аллахом, если Аллах наставит одного человека посредством тебя, это лучше для тебя, чем красные верблюды. Это что касается данной главы. Следующая глава, шестая глава, смысл таухида и слов ла-иллахи ва-та-аллах. Это, иншаллах, на следующем уроке. В этой главе, которую мы разъяснили, указание на то, что мы должны, каждый из нас должен, по мере своих возможностей, призывать к религии Аллаха, субханаху ва-та-аля. Не обязан каждый сидеть в мечети, преподавать какие-то уроки. Нет, каждый по мере своих возможностей, начиная со своей семьи, с родных, близких, с соседей, с родителей, с друзей, с коллег по работе. Столько возможностей у человека есть призывать к религии Аллаха, субханаху ва-та-аля. И каждый должен, по мере своих возможностей, ради Аллаха, именно ради Аллаха, искренне призывать. Если каждый вот так будет стараться, то, иншаллах, положение наше изменится. Многие, это можно заметить у многих братьев, он сам Акиду понял, понял религию, старается, сам изучает. Но он совсем не обучает свою семью. Прям вообще ничего не преподаете ей, не рассказываете ей про ислам. Также детям ничего не рассказывают. Они могут быть абсолютными невежными. Это большое упущение у многих из нас. Многие люди 10, 20, 30 лет в исламе, смотришь, его жена Коран читать не умеет. Ничего простые вещи из единобожия не понимают. Дети простые вопросы единобожия не знают. Такому человеку должно быть стыдно за себя. Что он понял из единобожия, если это его не побудило преподавать дальше, обучать людей? Каждый из нас должен стараться по мере своих возможностей. Хала в Аллаху а'лам, ассаля Аллаху а'ля Набина Мухаммад, а'ля алихи и асхабихи аджма'ин. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайся на наш канал и нажимай колокольчик. А для тех, кто желает пополнить свою копилку благими делами, оставляйте комментарии, делитесь нашими видео и зарабатывайте награду вместе с нами. Посланник Аллаха, дабы васовитого Аллаха приветствовать, сказал «Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его». Канал Салевтура дарит бесплатно книге. Информация в нашем телеграм-канале.